саламат с избы здравствуйте меня зовут терехова ольга палма сегодня я проведу для вас урок русского языка во втором классе чтобы определить тему урока отгадайте загадку буквы значки как бойцы на парад в строгом порядке построились в ряд каждый в условленном месте стоит и называется все правильно алфавит тема нашего урока алфавит сегодня на уроке мы вспомним что означает слово алфавит для чего нужен алфавит и где его применяют научимся располагать слова в алфавитном порядке перед вами определение прочитайте его и подумайте какие слова здесь пропущены давайте проверим алфавит это расположение букв в определенном порядке каждая буква имеет свое место и свое название перед нами первые буквы русского алфавита а б в г д е е слово алфавит пришло к нам из греческого языка в греческом языке две первые буквы назывались альфа и вита из этих названий и произошло слово алфавит у слова алфавит есть слово близнец это слово правильно азбука слово азбука появилось тысячу лет назад из названий двух первых русских букв ас и буки так тогда назывались буквы а и б ну а теперь приготовьте пожалуйста тетради и ручки мы проведем с вами минутку чистописания пропишите пожалуйста заглавную букву а соединение со строчной спешите красиво пословицу азбука к мудрости ступенька прописали ну а теперь давайте вспомним сколько же букв в русском алфавите в русском алфавите 33 буквы сколько служат для обозначения гласных звуков 10 сколько служат для обозначения согласных звуков 21 буква а сколько букв звуков не обозначают правильно две буквы твердый знак и мягкий знак ну а теперь давайте правильно прочитаем название букв русского алфавита повторяйте за мной а б в г д е е ю ж ж з з и и краткое и краткое к л м м n о п м r r r s t t u f h h c c ч ш ш ч ч ч ч твердый знак и и мягкий знак и и ю я ну а теперь давайте проверим насколько хорошо вы помните буквы русского алфавита попробуйте назвать какие буквы здесь пропущены а теперь давайте проверим а теперь давайте проверим г г � и краткое м о о т т f c ч м м мягкий знак если у вас получилось точно так же вы молодцы хорошо помните порядок букв русского алфавита для чего же нужен алфавит в алфавитном порядке ведутся классные журналы составляются списки учащихся так учителю легче найти фамилию ученика которому необходимо выставить отметку а расставляются книги в библиотеке так библиотекарю по фамилии автора легче найти книгу хранятся медицинские карточки в больнице так медицинскому работнику легче найти карточку пациента составляются справочники и каталоги располагаются слова в словарях великий французский писатель анатоль франц сказал словарь это вселенная в алфавитном порядке в школе мы пользуемся разными словарями толковым словарем в котором можно найти значение любого слова орфографическим по которому можем проверить написание и другими словарями все слова в словарях располагаются в алфавитном порядке знание алфавита облегчает поиск слов в словаре ну а теперь давайте поупражняемся в расстановке слов по алфавиту перед вами словарные слова ребята девочка собака тетрадь ворона вы должны вспомнить какие безударные гласные пропущены в этих словах а затем записать эти слова в алфавитном порядке как же расположить слова в алфавитном порядке нужно назвать первые буквы в словах вспомнить место этих букв в алфавите а затем записать слова в алфавитном порядке по первой букве приступайте к работе справились а теперь давайте проверим если вы записали слова в таком порядке ворона девочка ребята собака тетрадь и правильно вставили безударные гласные то вы молодцы ну а теперь учитель попросил вас составить список дежурных в алфавитном порядке перед нами имена детей бермет тимур акылай айпери нурлан сайкал достан вы заметили что два имени здесь начинаются с одной буквы как же поступить в этом случае если несколько слов начинаются на одну и ту же букву то необходимо посмотреть на вторую например артём алия айша по алфавиту получится так айша алия артём ну а теперь приступайте к самостоятельной работе запишите имена детей в алфавитном порядке справились а теперь давайте проверим первым вы должны были записать имя айпери затем акылай бермет достан нурлан сайкал тимур если у вас получилось точно так же вы молодцы ну а теперь мы пришли в библиотеку библиотекарь попросил вас расставить книги кыргызских писателей в алфавитном порядке перед нами книги теперь давайте проверим первым вы должны были записать фамилию айтматов чингис айтматов известный всему миру кыргызский писатель его произведения переведены на 176 языков мира изданы тиражом более ста миллионов экземпляров по его книгам сняты фильмы поставлены спектакли международной тюркской академии 2018 год был назван годом чингиза айтматова в честь его 90-летия следующим вы должны были записать фамилию баялина косымалы баялинов его именем названа республиканская библиотека в бишкеке им создано немало литературных произведений вместе с чингизом айтматовым он является одним из составителей сборника кыргызских народных сказок 1987 года издания дальше вы должны были записать фамилию джангазиев мусат джангазиев писатель поэт написал немало замечательных стихотворений для детей с некоторыми из них вы уже знакомы а с некоторым в дальнейшем будете знакомиться на уроках чтения дальше вы должны были записать фамилию джантошев токамбаев элибаев косымалы джантошев алы токамбаев мукай элибаев известные кыргызские писатели внесли немалый вклад в развитие культуры кыргызского народа их именем названы улицы в бишкеке ну а теперь немного отдохнем буквой эль расставим ноги словно в пляске руки в боки наклонились влево вправо получается на славу перед нами пословицы книга лучший друг делаешь наспех сделаешь насмех без труда не вынешь и рыбку из пруда вам необходимо расположить эти пословицы в алфавитном порядке в первой пословице нужно подчеркнуть гласные буквы а во второй пословице согласные приступайте ну а теперь давайте проверим первое вы должны были записать пословицу без труда не вынешь и рыбку из пруда второй должны были записать пословицу делаешь наспех сделаешь насмех и третий вы должны были записать пословицу книга лучший друг если у вас получилось точно так же вы молодцы ну а теперь подведем итог урока в форме теста выбери правильный ответ что такое алфавит прочитайте и найдите правильное определение давайте проверим ну конечно же алфавит это расположенные в определенном порядке буквы сколько букв в русском алфавите в русском алфавите 33 буквы найдите название рек расположенных в алфавитном порядке ну конечно же в алфавитном порядке записаны реки Акбура, Нарын, Талас, Чум а знаете ли вы ребята какая река самая длинная в Кыргызстане ну конечно это река Нарын если вы не допустили ни одной ошибки молодцы получаете за урок пять ну а если были ошибки повторите алфавит домашнее задание повторить алфавит и записать имена шести друзей в алфавитном порядке спасибо за внимание до новых встреч До встречи